Еще один такой момент. Смотри, если в твоей жизни кто-то очень сильно нарушает твои личные границы, то это означает, что либо ты чьи-то границы нарушаешь, либо ты, возможно, нарушала чьи-то границы в своих прошлых жизнях. И это идет из иеркарнации. И, возможно, в прошлой жизни твоя сестра была, например, твоим другом, чьи границы ты очень жестко нарушала. И чтобы пройти этот кармический урок, в этой жизни вы договорились на уровне душ, что вы будете сестрами, и она будет вторгаться в твое пространство. Но чтобы это уже закрыть и не продолжать до следующих жизней, потому что если урок в этой жизни будет непройден, то есть ты в этом жизни не закроешь это кольцо, то это перетет в следующую жизнь. И у Вселенной жизни много, а тебя будет колбасить и колбасить, пока ты не поймешь, что надо начать уметь просто отстаивать свои границы. Соответственно, ты научишься отстаивать свои границы, не влезая, и сама таким образом тоже учишься не влезать в чужие границы. И таким образом делаешь урок человеку тоже. и знаешь вот вот эта тема мне страшно сделать больно это нас так научили что мы делаем больно да а на самом деле мы делаем добро человеку потому что представь он делает такую бяку тем самым тоже возможно снова накручивать какие-то себе кармические уроки и он очень хочет чтобы в этой жизни именно ты поставила точку именно ты это прекратила поэтому когда ты смотришь с уровня духа что ты делаешь тут и делаешь очень огромное добро для себя и для другого духа